Бог уникальным образом позаботился о нас, о людях, которые живут во всей, на протяжении всей истории, позаботился, чтобы рассказать о себе. Библия – это книга о Боге. О Боге, конечно, говорит окружающая нас природа. Каждый человек, имеющий здравый рассудок, он может, глядя на окружающий мир, задуматься о том, что есть кто-то, кто является автором всего этого. Вот почему написано, что Бог сотворил мир и все, что в нем, и определил каждому человеку время и пределы их обитания, и дальше сказано, чтобы они искали Бога. То есть, глядя на окружающий мир, у нас должен возникнуть вопрос, что есть тот, кто это создал. У нас должно быть желание искать Бога. Но есть некоторые недостатки у этих свидетельств вокруг. Эти свидетельства могут только указывать на Бога, но они очень мало могут нам помочь понять, кто же такой Бог. И вот для того, чтобы восполнить этот недостаток, Бог позаботился о том, чтобы дать свое слово, дать свою книгу святую. Эта книга раскрывает нам, прежде всего, кто Бог есть. Если мы внимательно читаем Библию от начала до конца, мы можем увидеть несколько основных характеристик Бога, которые представлены нам в Писании. Самая первая характеристика – это Божье владычество. Библия – это книга, которая рассказывает о том, что Бог управляет всем. От самого начала и до самого конца. Помните, в книге Откровения сказано, Иисус говорит, «Я есть альфа и омега, начало и конец». Библия говорит о том, что какие бы события ни происходили на земле, какими бы сложными они нам ни казались, какими бы выходящими из-под контроля, из человеческого контроля они ни выглядели бы. Библия ясно говорит, несмотря на все это, Бог управляет всем. Вот почему есть книга Иова, в которой описана трагедия одного человека и целая серия различных бедствий. Это то, что Иову было непонятно. Это то, что было непонятно его друзьям, в конце концов. Это семь человек, вернее, эти три друга, которые семь дней с ним сидели, которые пришли для того, чтобы разделить его печаль. И книга Иова не единственное место, которое говорит о разных сложностях, о бедствиях, которые переживало человечество, но над всем этим проходит одна линия. Над всем этим Библия свидетельствует, Бог продолжает быть владыкой, Бог продолжает контролироваться. Но кроме Божьего владычества, Библия представляет нам Бога, как Бога любви, Бога благости, доброго Бога. Библия говорит о том, что Бог проявляет инициативу, постоянно проявляет инициативу. Его благость, его доброта выражается не только в том, что он создал такую прекрасную землю и дал ее нам в пользование. Это уже само по себе огромное благо. Но его благость выражается в том, что даже вот на этой земле, которую мы своим грехом испортили, по сути дела. Люди испортили землю своим грехом, потому что тление возникло на земле в результате грехопадения, в результате того, что сделали мы, люди. И когда я говорю мы, люди, речь идет, конечно, об Адаме Севой, но каждый из нас, он родственник Адама Севой, каждый из нас носитель того же самого греха, той же самой греховности и все те же самые проблемы, которые были у них, они есть у нас сегодня. И вот несмотря на нашу греховность, несмотря на все эти сложности, Бог постоянно проявляет инициативу для того, чтобы нас благословить. Он постоянно работает над еще одной, кстати, проблемой, которая очень ярко показана в Писании. Это проблема человеческая нужда, человеческая греховность, человеческое состояние, печальное состояние человеческого сердца. И вот над всем этим проходит еще одна тема, это Божий план спасения. Давайте я еще раз напомню, общая тема Библии, прежде всего, Божье владычество. Второе, это Божья благость или Его любовь, которая постоянно проявляется в Его новых инициативах, которые Он проявляет по отношению к людям. Третье, это человеческая нужда, наша греховность, которая поставила нас в положение, в котором мы сами не можем жить правильно. Мы сами только губим жизнь. И четвертое, это Божий план спасения. Библия, это книга, которая раскрывает этот план от самого начала до самого конца, помогая нам понимать, что же происходит во Вселенной. Это самый точный политический аналитик. Библия говорит нам о том, что же происходит в мире, что Бог достигает, несмотря на все различные изменения, которые кажутся нам или могут казаться нам самыми неожиданными. То есть, история человечества, это грандиозное свидетельство того, что Бог по своей благости осуществляет план спасения. Правда, наша с вами проблема в том, что мы вот эту благость часто не замечаем. Очень часто, глядя на то, что происходит вокруг, мы фокусируемся не на том огромном списке всего, что у нас есть, все, что мы получили и продолжаем получать от Бога каждый день абсолютно незаслуженно. Мы склонны фокусироваться на недостатках, на том, что у нас вчера было, а сегодня нет. Вчера у нас было здоровье, а сегодня нет. И вот оно становится главным объектом нашего внимания. И, что сказать, часто ропота, часто какое-то недовольство. Не только здоровье. Разные вещи. Мы имели возможность раньше выходить и свободно перемещаться, и иметь общение с кем хотим, и проводить время так, как хотели. А вот сегодня нет этого. И вот это положение уже воспринимается нам как какое-то ограничение, которое Бог допустил. Несправедливое ограничение. Мы хотели бы, чтобы было по-другому. В этом одна из ключевых проблем греховности. Наша греховность, она склонна не замечать огромных Божьих благостей, огромной Божьей милости. И фокусироваться на том, чего нам не хватает для того, чтобы предъявлять к Богу претензии. Так вот, когда мы говорим о том, что Библия, она мощным рупором провозглашает о том, что Божий подход к людям, к жизни, он продиктован его особенной благодатью, его особенной любовью. Есть одно из таких выражений, особых выражений Божьей благодати – это его заветы. Тема моей сегодняшней проповеди – ноевзавет. Для многих людей это может показаться каким-то сложным теологическим термином, который нужен только для тех, которым интересные, но особые глубины богословские. Но в действительности эта тема или вот то, о чем эта история, которую мы сегодня будем рассматривать, она имеет очень глубокое практическое значение для каждого из нас. И особенно вот в наш период времени, в эту сложную ситуацию, в этой сложной ситуации, в которой мы находимся. Заветы – это ключевые точки истории искупления. Их было несколько на протяжении всего Писания. Писание представляет нам все истории, Писание представляет несколько таких ключевых точек. Я их сейчас перечислю здесь. Божьи заветы – это прежде всего Адамов завет. Нет описания формального заключения этого завета. Но по духу того, что мы видим, происходит между Адамом и Богом, там мы видим очень многие составляющие завета. Второе – Ноев завет, то, о чем мы будем сегодня говорить. Дальше – Авраамов завет. Если Господь позволит нам изучать книгу Бытия, дальше мы дойдем до этого. После этого – Моисеев завет, или так называемый Синайский завет. Кроме того – Давидов завет. И самое последнее – Новый завет. О Новом завете мы говорили достаточно часто, упоминаем это достаточно часто. Но вот каждая из этих ключевых точек в истории – это свидетельство о Божьей благодати. В каждой из них Бог проявляет инициативу. Когда мы говорим о том, что Бог заключает договор, какой-то вступает в завет с человеком, мы имеем дело с явлением, которое невозможно инициировать с человеческой стороны. Бог настолько велик, настолько могуществен, Он в действительности Владыка Вселенной. И вот каждая эта точка говорит о том, что вот этот великий Создатель, Владыка, Творец Вселенной, Он проявляет милость, Он в особенной степени, Его сердце наполнено благодатью для того, чтобы протянуть руку к этим маленьким созданиям, которые живут на земле, и для того, чтобы вступить с ними в какие-то официальные отношения, официальный договор составляет. В каждой из этих точек Бог делает что-то исключительно из своей любви и заботы о благе людей. И в каждой из них Бог обещает что-то людям. Опять-таки, я хочу подчеркнуть, Бог совершенно не обязан. Вот посмотрите, Он и так сотворил землю прекрасно. Он дал нам на этой земле так много. Он дает землю в распоряжение людей, в человеческое пользование. Он мог бы все это дать и просто оставить, и уже быть бы величайшим благодетелем. Но Он, кроме всего этого, еще и инициирует какие-то особенные отношения. И в каждом из этих заветов, в каждом из этих договоров, Бог берет на себя обязательства. Каждый раз Он говорит, вот я буду делать вот это. И Он обещает людям, что Он будет делать что-то экстра, что-то специальное, что-то особенное. Вот почему завет очень важное явление. В первый раз Моисей упоминает о завете, о Ноевом завете, еще до того, как наступил потоп. Когда Бог разговаривает с Ноем, объясняя ему состояние человечества, объясняя ему, что вот у него есть план, и все это человечество будет уничтожено. В шестой главе мы читаем следующие слова. Шестая глава, Бытие, 12 стих. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог, Ною, конец пришел всякой плоти пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи. И вот я наведу на землю, 17 стих, на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобой. Слово «завет» говорит о официальном установлении или подтверждении отношений между двумя сторонами. Я говорю «установление» или «подтверждение», иногда отношения уже сложились, и потом их как бы закрепляют заветом. Иногда их уже устанавливали заветом, а потом приходят новые участники, и этот завет повторяют. Как Бог повторял завет Авраама, Он повторял свою верность этому завету, обращаясь к его сыну Исааку, и потом к его внуку Иакову. Вот почему этот завет имел смысл намного дальше, чем только Авраам и его жизнь. Этот завет, который устанавливают две стороны, – это не просто договор о каких-то мелких вещах. Обычно такие мелкие договоры не требовали торжественных церемоний. Речь идет о чем-то очень серьезном, что касается жизни, касается важных вещей в жизни этих двух сторон. И Он всегда предполагал определенные обязательства, которые брали на себя обе стороны. Эти обязательства ожидаемые о том, что эти стороны будут верны. Как я уже сказал, завет с Богом может быть заключен только по Божьей инициативе. Люди не могут прийти к Богу и сказать, «Вот Бог, давай-ка договоримся с тобой о чем-то». Люди не имеют власти такой, они находятся совершенно не в том положении, чтобы вот таким образом инициировать какие-то официальные договора с Богом. Более того, Бог, будучи полновластным владыкой вселенной, совершенно не обязан с кем-то о чем-то договариваться. Он не подотчетен людям, и не существует какого-либо внешнего закона или власти, которое бы заставило или обязывало бы Бога делать что-либо вообще. Вот поэтому любой завет, как уже это говорилось, это особое проявление Божьей благодати. Бог заключает его исключительно по своей инициативе и исключительно по благорасположению своего сердца. Любой завет – это свидетельство Божьей благодати. В ситуации с Ноем эта благость, Божья благость, видна особенно ярко. Особенная сила этой благодати видна на фоне вот того ужасного состояния, в котором находилось человечество. Если мы посмотрим, вернемся к предыдущему тексту, с 12 стиха, 12 по 14 стихи, мы можем увидеть здесь, посмотрите, пожалуйста, несколько раз перечисляются термины, которые описывают очень глубокое падение людей. Посмотрите 12 стих еще раз. Я вернулся назад. «И воззрел Бог на землю, и вот она первая – растленно». То есть состояние земли описывается как «сгнившее». Слово «растленно» говорит о чем-то, что прогнило до своего основания. И дальше объясняется причина, почему это растление, почему человечество, все человечество находится в таком положении. Послушайте. «Ибо всякая плоть извратила путь свой». То есть речь идет о полном извращении всего человечества до каждого, до последнего человека на земле. Дальше смотрите 13 стих. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». То есть внутреннее растление человечества произошло по причине того, что всякая плоть отступила от Божьих изначальных усыновлений и извратила пути свои, то есть извратила свою жизнь, строит ее не так, как Бог говорит, совершенно иначе, на своих собственных представлениях. И это привело к тому, что вся земля наполнилась злодеяниями. Вот в таком положении у Бога есть все для того, чтобы оправдать, просто поднести к этому всему человечеству ядерную бомбу и спалить все это дело. У Бога есть все для того, чтобы просто отправить это все на вечное мучение. У Бога-то было такое основание с самого начала. Любой грех человеческий заслуживает вечного наказания. А когда этот грех умножается, умножается, извращается, принимает самые уродливые формы, более того, когда этот грех начинает оказывать такое действие, что вся земля, подверженная ему, и написано, земля наполнилась от них злодеяниями, нет, у Бога были все причины, все основания для того, чтобы просто уничтожить все это и забыть об этом. Но посмотрите, именно в этой ситуации, 18 стих, «но с тобой я поставлю завет мой». Именно в этой ситуации Бог ищет возможности, как бы помиловать. Вы помните историю, которая описана, историю Содома и Гаморры, или точнее, историю разговора, Божьего разговора с Авраамом в книге «Бытие», немножко позже, кажется, в 19 главе мы об этом читаем. Божьи посланники говорят с Авраамом, и речь идет о Содоме, и они говорят, что все принято решение для того, чтобы уничтожить, и Авраам говорит, а вот если там вдруг 50 праведников будет, и Бог говорит, не уничтожу. И дальше ведется торг, Авраам считает, что нет, не наберется там 50, а если 20 будет, а если 10. И вот в каждый раз Бог снисходит, и каждый раз это говорит о том, что у Бога, вот его сердце, оно сделано для того, чтобы миловать. Бог хочет миловать. Вот сегодня, когда мы живем в этой пандемии, в карантине, в котором мы находимся, у нас может возникать разные представления о том, кто такой Бог, и почему Бог это допускает, но нам нужно точно знать, Бог по своей природе, милующий и благословляющий Бог, он, его сердце благорасположено к людям, и вот здесь мы видим к людям, которые, которые доверяют ему, к людям, которые признают его, к людям, которые прислушаются прислушаются к нему, к людям, которые ищут его. В этом и есть особенное проявление на Божьей благодать, его любви к сыну, его любви к людям, которые сотворены им. Бог не просто сохраняет жизнь, тем, кто доверяет ему, Бог вступает с ними в завет. И этот завет имеет свою цель. Он очень интересным образом представлен здесь. У него есть несколько граней, у него есть своя цель. Мы посмотрим на эти грани, и мы увидим Божью цель в этих гранях. Прежде всего, он начинается с Божьего благословения, как мы уже говорили, немножко подробнее рассмотрим. За благословениями шли повеления, которые Бог оставляет ною и его сыновьям. После повеления звучат Божьи обетования, то есть, Бог обещает со своей стороны что-то. И после всего представлено знамение, которое подтверждает вечную верность этим обетованиям. Перед тем, как мы погрузимся в исследование этого текста чуть более глубже, я хотел бы несколько слов буквально сказать о некоторых особенностях ноевого завета. Ноевый завет это самостоятельное и отдельное событие, но мы видим, что он в какой-то степени является повторением утверждением и расширением завета, который Бог заключил изначально с Адамом. Это было в самом начале, сразу после сотворения человека. То есть, Бог смотрит на Ноя, как на новое начало. Мы в прошлый раз говорили, это было 15 марта, когда мы последний раз касались этой темы, и тема проповеди была новое начало. И вот Бог видит в Ной нового Адама, Он видит того человека, от которого произойдет все человечество. Изначально в таком положении был Адам с Ивой. И вот теперь Ной и его жена, они становятся новой точкой, от которой Бог видит, будет происходить все человечество, и поэтому Бог повторяет некоторые ключевые детали того, что Он говорил Адаму. В каком-то смысле Ной и Завет это как бы продолжение Адамова Завета, но в нем есть несколько новых деталей, которых не было в то время, когда Бог обращался к Адаму в самом начале. В этом смысле Ной поставлен в положение, в котором Бог продолжает то дело, которое началось с Адамом, но вносит некоторые коррективы, связанные с тем, что уже произошло в человечестве за те, годы или столетия или может быть даже тысячелетия, которые прошли с момента, когда только сотворен был человек. Итак, самое первое, что мы видим в Ноем Завете, это Божье благословение. Первое, с чего Бог начинает разговор, с чего Моисей начинает рассказ о Завете, который Бог заключает с Ноем, это благословение. Бог благословляет Ноем. 9 глава, 1 стих. И благословил Бог Ноем. После того, когда потоп прошел, когда Ной и его семья, они выходят из Ковчега, после того, когда Ной приносит жертву, признавая Божье владычество, поклоняясь Богу. Вот здесь мы читаем, Бог действует, или его действие первое по отношению к Ною, и благословил Бог Ноя, и сыновь его, и сказал им, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю. Эта фраза, Бог благословил, очень привычная для многих из нас, и по этой причине часто мы недооцениваем его глубины, его силы. Благословит Господь или не благословит? У нас очень много своих собственных ресурсов, на которые мы упываем, и поэтому мы, конечно же, понимаем, что все мы под Богом ходим, и поэтому думаем, что еще бы Божьего благословения было бы очень полезно. Но в действительности Божье благословение, оно обладает чрезвычайной значимостью. Как мы уже говорили, Бог любит благословлять, в этом его природа. Бог сотворил человека по образу и подобию своему, чтобы наполнить его своими благословениями. Я хотел немножечко конкретнее дать определение того, что такое Божье благословение, чтобы мы могли яснее понимать, о чем же идет речь в данном случае. И для меня после размышления об этом Божье благословение выразилось в такой формулировке. Божье благословение выражается в полном Божьем благорасположении, то есть это прежде всего Божье благое сердце, его расположение по отношению к тому, кого он благословляет. Это сердцевина благословения. То есть Божье благословение выражается прежде всего не в каком-то деле или помощи, которую мы ожидаем, а в отношении Божьем. Помните, апостол Павел говорил в послании к римлянам в 8 главе, если Бог за нас, кто против нас? Вот это главная точка. Божье благословение, оно выражается в полном Божьем благорасположении. Вот почему, друзья мои, очень важно быть во Христе, потому что Бог благословил своего Сына всем абсолютно. Он абсолютно расположен к Своему Сыну. Он не может быть не расположен к Своему Сыну. И в Сыне в Иисусе Христе, все, кто находится в Иисусе Христе, обладают в этом полном благорасположении. Это, конечно, отдельная тема. У Бога есть определенные расположения ко всему человечеству и ко всем людям, и ко всему творению. Но мы видим, что его расположение к Сыну это максимальное, абсолютное и совершенное. Так вот, Божье благословение выражается в Божьем полном благорасположении, подкрепленном его практическими действиями, ведущими к максимальному благу тех, на кого это благословение изливается. Вот эта картина, которую я хотел бы, чтобы мы имели в виду, когда мы говорим сейчас о Божьем благословении. Вот так Бог изначально благословил Адама и Еву. Бог абсолютно расположен к Адаму и Еве. И вся их жизнь была организована, исходя из вот этой цели, которая была у Господа в сердце. Она была построена под влиянием его доброй мотивации. Он хочет добра. И все, что мы видим, описанное во время сотворения, помните, написано, и было хорошо весьма. Кстати, даже дерево познания добра и зла и Божье предупреждение, которое Бог оставляет Адаму и Еве, они также были проявлением Божьего благословения. Благословляя людей, Бог говорит им, вот сюда не ходить. это Божье благо. Точно так, как родители, которые желают благо своим детям, они, их сердце благорасположено к своим детям, они говорят, сынок, сюда не ходи, плохо тебе будет там. Вот это вот Божье благословение. В книге притчи, 10 глава, 22 стих, известный текст, написано, Божье благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит. Божье торжественное благословение, с которого начал заключение завета с Моем, оно давало общую установку. Бог как бы говорит, вот моя цель. Цель того, что сейчас здесь будет происходить, цель этого благословить тебе. Мое сердце благорасположено к тебе, оно наполнено желанием сделать тебе благо, желанием, чтобы твоя жизнь развивалась. Это как бы было изначальное торжественное открытие всей этой церемонии. Важно уточнить, что это не было просто формальная дань этикету или протоколу. Иногда, когда какое-то мероприятие открывают, то люди обмениваются любезностями. Они как бы говорят хорошие слова по отношению друг к другу. Так вот, в этой ситуации совершенно иначе. Бог действительно расположен к нору. Он не просто сохранил ему жизнь, позволил ему таким уникальным образом спастись от потопа. Бог хочет его благословить, он хочет обеспечить его всем необходимым. И самое большое, Бог хочет сделать его своим инструментом для достижения грандиозней цели, ради которой все человечество сотворило, ради которой существует вся земля и весь этот прекрасный мир. И Бог делает Ноя участником вот этого гигантского дела. В этом и есть особенное Божье благословение. Нам нужно учиться видеть вот это желание Божье благословлять. Давид когда-то призывал людей идти к Богу и уповать на Него, чтобы познавать благ Господь. Псалом 33, 9 сих «Вкусите и увидите как благ Господь». Он приглашает, он приглашает нас с вами сегодня, он приглашает нас, тех, кто стал участниками Нового Завета сегодня, он приглашает для того, чтобы подчеркнуть Бог в действительности чрезвычайно благ. В этом одно из основных посланий Библии. Библия снова и снова громогласно провозглашает в каких бы обстоятельствах мы не были Бог благ. И всякий уповающий на Него, и всякий доверяющий ему через Иисуса Христа, он знает это. И он даже в трудностях снова и снова возвращается к этой истине для того, чтобы черпать оттуда благословение. Виталий Евсеньевич как-то не знаю с год наверное назад да, или может быть чуть больше он стал практиковать вот такое приветствие, когда мы перед началом собрания обращаемся друг к другу и говорим Бог благ. Бог благ и отвечаем во все дни, во все времена, всегда, в действительности. И это не просто слова формальные, эти слова, которые нужно нам напоминать, нам нужно напоминать себе и друг другу. Бог в действительности благ. иной завет это одна из наиболее ярких демонстраций этого. Я хочу попросить, кто у нас там Иосиф, кажется, на PowerPoint. Если бы ты включил еще раз самое начало от перечислений всех заветов, я хотел бы просто показать, насколько Божья благость видна здесь. Посмотрите, Бог заключает завет с Адамом и поручает ему землю и владычество на земле, дает ему все. И мы видим, что люди согрешили, мы видим, что люди пришли к полному разложению, человечество пришло к той точке, в которой его уже невозможно больше терпеть. И Бог начинает заново, и Бог опять-таки движим своей любовью, своей благостью, Он вступает в завет с Ноем и от Него дает новое начало, и мы сейчас посмотрим на смысл того, что Бог с ним делает. Потом проходит еще какое-то время, и вся эта система человечества снова пускается прежним путем в жизнь, которая была очень похожа на жизнь тех людей, которые жили до потопа. И Бог выбирает одного теперь человека, чтобы создать через него особый народ Авраама и заключает с ним завет. Мы видим дальше развитие народа, когда этот народ, вернее, потомки Авраама стали народом, они стали большими уже, Бог заключает с ним Моисеев завет, или Синайский, особый договор с этими людьми, но мы видим, как и они в своей жизни, они не подтверждают, они не являют верности, и вот здесь Бог заключает свой завет с Давидом, подтверждая, что на троне твоем и с потомков твоих будет сидеть тот, кто будет править вечно, и в конце концов, когда all fails, когда все это в конце концов не держится благодаря тому, что люди неверны, Бог верил, Бог заключает новый завет, мы сегодня являемся наследниками нового завета, участниками нового завета, но все вот эти заветы, которые были до того, это была цепочка важных событий, которые демонстрируют Божью любовь, Божья благость, демонстрируют человеческую неверность, и демонстрируют Божий план спасения, поэтому сегодня, когда мы говорим о Ноевом завете, мы ясно видим, что это частичка того плана, который в конце концов привел к Новому завету, частью которой мы являемся. Итак, мы говорили о первой грани Ноевого завета, это Божье благословение, давайте теперь посмотрим на вторую, Божье повеление. Божье благословение было тесно связано с его повелением, то есть Бог говорит всем людям, и вот в том время Он говорил Ною, Он говорил о том, что у тебя, у вас есть возможность быть Моими сотрудниками. Бог в действительности ради этого и создал людей, в этом смысл сотворения людей. Люди созданы по образу и подобию Божьему, для того, чтобы сознательно участвовать в том плане, в той творческой деятельности, в том гигантском процессе, который Бог осуществляет во Вселенной. У Бога есть космос, есть неодушевленный мир, планеты, горы, скалы, водопады, вся эта природа, она под его контролем находится, у Бога есть животный, растительный мир, но только человек обладает способностью рационального мышления, только человек имеет способность осознавать самого себя, только человек имеет способность рационально осмысливать жизнь, обстоятельства и принимать решения. И Бог создал человека для того, чтобы вот этот рационально мыслящий человек, эта личность, чтобы он стал сознательным соучастником Божьего процесса. И в этом огромнейшее благословение. Это огромнейшее привилегие для людей стать соучастником того, что делает Бог. Это изначальный Божий замысел. Но когда вы говорите о том, что кто-то становится соучастником чего-то дел? Если вы когда-либо с кем-то работали, например, ученик приходит в мастерскую и он хочет быть соучастником этого дела, ему говорит хозяин мастерской или мастер, который там работает, делай вот это, делай вот так. Или же человек покупает франчайз, то есть маленькое предприятие, которое является частью большой сети предприятий. И ему головной офис говорит, делай вот так. Это означает, что если не будешь делать вот так, ты не можешь быть частью этой сети. Ты не можешь соответствовать стандартам. Для того, чтобы ты был частью этой большой организации, тебе нужно иметь отличительные знаки, стандарты обслуживания, тебе нужно соответствовать их миссии, их задачам и так далее. То есть, это очень понятное дело. Так вот, когда Бог сотворил человека, и Бог дает человеку привилегию стать соучастником того, что Бог делает, у Бога есть требования. У него есть определенные повеления, определенные задачи, которые он ставит перед человеком. Бог сотворил человека не для того, чтобы люди строили свою собственную, независимую от него реальность. Бог сотворил человека внутри Божьей реальности, в полной зависимости от него и от его законов. Это, друзья мои, один из главных вопросов, который упускают люди, которые не желают подчиниться Богу, неверующие люди. К великому сожалению, многие верующие люди, они приходят ко Христу, думая, что Христос просто поможет им строить свою собственную реальность. Это глубочайшее заблуждение. Вот почему, когда человек приходит ко Христу, он должен принять его как господина своей жизни. Иначе весь смысл христианства теряется. Потому что христианство это путь, который возвращает душу в то правильное сотрудничество человека с Богом. Наше благо возможно только в том случае, когда мы через Иисуса Христа у самих у нас не получится. Ветхий Завет, фарисейство, это очень яркая картина того, когда люди пытались, но у них не получается. Только через Иисуса Христа мы можем вновь войти в сотрудничество с Творцом. Вот почему нужны Божьи повеления. Божьи повеления, которые Бог оставил Ноя, они частично отражали то, что Он когда-то повелевал Адаму. Это как бы изначальная установка для развития человека, но здесь есть несколько новых деталей. Давайте посмотрим на них. Первое, умножение людей. Самое первое повеление, которое Бог дает Новую, буквально повторяет слова, сказанные им Адаму. Первый стих, конец стиха. И благословил Бог Ноя и снова его, и сказал он, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Очень важные слова. Дело в том, что в этом одна из главных задач сотворения людей. Божья цель во вселенной создать невесту сына. Невеста сыну состоит из миллиардов душ. И вот каждая из душ, которая будет частью церкви в вечности, каждая душа, она появилась на свет в результате сотрудничества мужа и жены, мужчины и женщины с Богом. То есть Бог дал мужу и жене способность производить потомство, а душу в этот момент Бог дает. То есть это уникальнейший процесс. И Бог говорил это Авраам, и Бог обращается к ноге. Самое первое, что он говорит ему плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Если вы посмотрите в конце этого описания Нового Завета, Бог снова обращается к этой же самой теме и повторяет в 7 стихе вы же плодитесь и размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. То есть Бог подчеркивает, что умножение человечества продолжает быть Божьей целью. Заметь, это особенно важно было для Ноя услышать, потому что он видел, как огромное количество людей, люди расплодились очень сильно до потопа, но они расплодившись, все стали врагами Богу, они стали носителями растления. И Бог обращается к Ною, он не говорит, знаешь что, ну вы как-то доживите уже здесь потихонечку и перейдете ко мне в Царство Небесное. Нет, он говорит, цель осталась той же. Несмотря на те неудачи, которые были, нет другого варианта. Он говорит, рожайте детей и приводите их к тому, чтобы они знали Бога. Это первая задача, которую Бог ставит. В этом важная часть Божьего плана для семьи, для мужа, для жены, для Адама, для Ноя и на протяжении всего человечества, на протяжении всей истории человечества. Второе, о чем говорит Бог Ноя, это расширение владычества. У Ноя больше владычества, чем у Адама. Послушайте, как обращается Бог к Ною, о чем он говорит здесь. И благословил Бог Ноя и сыновь его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти ее с душой ее, с кровью ее, то есть не ешьте. Изначально Бог создал землю, он поместил на ней людей, и он дал им землю со всеми ее ресурсами в пользование, но посмотрите, как выглядело его первое повеление, бытие первая глава, 28 стих, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присыкающимся по земле, и сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающимся по земле, в котором душа живая, я дал я всю зелень травную в пищу, и стало так. После повеления размножаться и наполнять землю, посмотрите, Бог повелевает людям обладать землей, вот это слово обладайте ею, это слово включает в себе, если вы посмотрите на английский, текст там будет subdue, то есть покорите ее себе, это слово включает в себе саму идею использования земли, то есть исследование ее ресурсов, и использование, и как видите, друзья, вот с момента сотворения Адама и Евы, и до сих пор люди продолжают заниматься этим, и мы постоянно открываем новые и новые возможности в том, что Бог сотворил в этих ресурсах, и им не видно конца, это вообще уникальная Божья творческая сила, Он заложил в землю так много, что люди продолжают что-то новое и новое извлекать из земли, создавать какие-то новые приборы, новые средства, новые совершенно идеи, которыми мы можем, или при помощи которых мы можем использовать Божье творение очень эффективно. К большому сожалению, люди, получив землю и ее ресурсы, они восстали против Бога. Вместо того, чтобы жить в согласии с Ним и быть продолжением Его творческой силы, они теперь отделились от Него, восстали против Него, и говорят, мы сами не лыкамшиты, и они используют все Его данные способности и им данные ресурсы. Используют для того, чтобы построить царство свое и доказать, что мы сами Боги. В этом весь кризис, гигантский кризис человечества. Кстати, об этом очень ярко показано в конце четвертой главы книги «Бытие». Мы говорили об этом, когда исследовали есть проповедь о развитии цивилизации, о катастрофе цивилизации. Дело в том, что вот это вот развитие человеческое, оно подталкивает грешных людей к самоутверждению, к все большей и большей степени самоутверждения. Так вот, обращаясь к Ной, Бог не повторяет вот эту часть повеления в его деталях, Он кратко только намекает на это, но и сыновья его уже очень хорошо знали о возможностях использования земли, но здесь Бог добавляет только одну деталь. После потопа Бог дает людям в пище не только растения, но и животных. Это очень важное теологическое и практическое повеление. Посмотрите на разницу. Если вот здесь мы читаем «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево в пищу», то посмотрите, что Он говорит «после потопа». Второй стих «Дострашаться, дотопить». Я вообще хочу начать с первой стиха. «И благословил Бог Ной». Вот некоторые есть особые сторонники вегетарианства, и они говорят о том, что вот изначально, конечно, только травку кушали, а потом уже в результате всего этого потопа и все там, что произошло, Бог уже как-то позволил мясо, ну уже просто как бы снисходя людям. Но в действительности это не так. Посмотрите, и благословил Бог Ной. То есть вот то, что дальше, это часть Его благословения, это часть Его блага. И Он говорит «Дострашаться, и дотрепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы им, все движущееся, что живет, вам будет в пищу, как зелень травную, даю вам все». Но здесь, друзья мои, есть что-то намного большее, чем только диета. Как я уже сказал, здесь ясно сказано, что мясо и рыба даны Богом в пищу, точно так же, как и зелень травная, и поэтому все вот эти спекуляции о том, что вегетарианство якобы более такой высший путь, не имея библейской точки зрения. Я не знаю, как с точки зрения чьих-то философий или каких-то исследований, но библейской поддержки в этом нет. Но здесь есть еще одно очень важное повеление, вернее, очень важная деталь. Я в том, что Бог проводит грань. Он проводит границу, и Он ясно проводит границу, что это граница не между растительным миром и всем движущимся, а здесь животный мир и люди. Нет, это граница между людьми и всем остальным. И это имеет колоссальное теологическое значение, колоссальное практическое значение. И мы подходим к следующему пункту, это подтверждение особой ценности жизни людей. То есть, когда Бог устанавливает завет сновьем, Он своим установлением по поводу того, что Он разрешает применять, использовать животных в пищу, Он подчеркивает люди совершенно другая категория. Мы сегодня сталкиваемся с огромной проблемой. Это проблема, в которой люди видят человека просто как более высоко организованным животным. Эта проблема была давно, но она приняла свою, так скажем, сформулированную форму в 19 веке, когда была выдвинута теория эволюции Дарвина, и по этой причине животных сегодня называют как братья наши меньшие. Вы сколько угодно можете любить своего котика или свою собачку, но он не брат ваш меньший. И нам это нужно ясно понимать. Бог вложил ценность в жизнь человека абсолютно превышающей. Ценность всего того, что сотворено, хоть какой Он кьют вас, хорошенький ваш котик или собачка или что там еще вы любите сильно. Большая проблема сегодня в том, что так называемые прогрессивные люди, они сегодня усиленно защищают какой-то редкий вид жаб, который вот-вот исчезнет. И в это же самое время агрессивно с пеной рта добивается права, чтобы женщины убивали своих нерожденных детей. И все это не просто, друзья, все это в результате непонимания того, где проходит эта черта. И Бог ясно проводит в Новом Завете, черта проходит между людьми и всем остальным. Все остальное дает вам в пищу. Все остальное дает вам, чтобы вы одежду с него делали. Все остальное имеет совершенно иную ценность. сотворил все это для людей и ради людей. Я не говорю о том, что нужно идти истреблять всяких разных животных и рыб и так далее. Да, конечно, нужно заботиться о тех, кого, может быть, какую породу рыбы слишком сильно выловили. Опять-таки, ну, почему нужно заботиться, чтобы была рыба, чтобы следующие поколения могли ее ловить? Не для того, чтобы поклоняться не для того, чтобы на этих же обмолиться, как некоторые это делают. Вот почему, что Бог предупреждает. Посмотрите еще раз на третий стих. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Все абсолютно. Как зелень травную даю вам все. Не все, конечно, ешьте, что движется, но я думаю, что большая часть из того, что движется, она достаточно хорошо подходит к пище. Только плоть из душой и кровью не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки человека, от руки брата его. Заметьте, как Бог говорит, что я сам эту черту буду держать. Для меня это очень важно. И дальше шестой стих он говорит, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, и дальше говорит причина, ибо человек создан по образу Божьему. Это ставит человека в особое положение. В отличие от всего творения, люди способны осознавать осознавать себя, они способны общаться с Богом, способны думать и чувствовать, способны принимать решения и действовать, люди обладают рациональным мышлением, они способны сотрудничать с Богом. Более это жизнь, жизнь, направлена ради ценности человеческой души. Человеческая душа имеет будущее, она будет вечно, или в вечном общении с Богом, или в вечном наказании, в противлении Богу. Итак, мы говорили о нескольких уже качествах, мы говорили о том, что Бог, оставляя повеление Ною, Он говорит прежде всего о умножении людей, о расширении владычества, о подтверждении особенной ценности, и последнее, что Бог говорит Ною, Он говорит об установлении ответственности за жизнь людей. Это еще одна истина, обладающая колоссальной значимостью. Посмотрите шестой стих. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой у человека, ибо человек создан по образу Божий. По всей видимости, в насилии было одной из главных проблем допотопного человечества. Помните эту историю, когда Каин убил Авеля, он в страхе, он перепугался, и он к Богу приходит и говорит меня сейчас, он боится мести, и Бог дает даже ему специальный знак, что не убьют его. Но потом через несколько поколений его потомок ламех, он убивает человека, и он уже похвалится, и он говорит, а мне ничего не будет. И он пишет об этом поэму целую. По всей видимости, когда мир разлагался, то насилие оно приобрело без неудержимые формы. Для того, чтобы не допустить разгула насилия, для того, чтобы ограничить распространение зла, Бог устанавливает земную структуру воздаяния. Сегодня эта структура известна как государственная власть. Бог это делает для того, чтобы не позволить человечеству дойти до той точки, критической точки растления раньше того времени, когда будет выполнена задача, которую Бог поставил перед людьми. Позже в Новом Завете апостол Павел пишет в нескольких местах об этом. Римлянам 13 глава он говорит «Существующие же власти от Бога установлены». То есть Бог во время Ноя устанавливает институт власти. Его задача, посмотрите, 4 стих «Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слога отмститель делающему злое». Об этом же говорит апостол Петр. 1 Петра 2 глава 13-14 стих «Будьте покорны всякому начальству для Господа, дальше правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и поощрения делающих добро». Вот в этом задача власти. Задача власти наказывать тех, кто делает зло, и поощрять тех, кто делает добро. Конечно, к великому сожалению, правители не всегда точно понимают, что добро и что зло, но в общем, они имеют представление, в общем, везде, в любой стране понятно, что убить человека это зло, обманывать это зло. То есть, есть общие ценности, которые, опять-таки, получены от Бога еще тогда, много-много лет тому назад. Не все власти честно это делают, не все власти это делают правильно, но тем не менее, это позволяет каким-то образом удержать человечество от того, чтобы оно не скатилось вниз очень быстро. Итак, мы говорили уже о двух вещах, о Божьем благословении. Бог хочет благословить Ноя, Божье повеление, Он устанавливает особую ценность человеческой жизни, и Он подчеркивает, что это должно быть выражено в том, что устанавливается государственное правительство. Третий элемент это Божье обетование. Бог, в принципе, обещает Ною одно, но очень важно, с 8 стиха. «И сказал Бог Ною и сынам его, вот я поставлю завет мой с вами, с потомством вашим после вас, и со всякой душою живой, которая с вами, с птицами, со скотами, со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами». И вот завет. «Что не будет более истаблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на пустошении земли». То есть, Бог обещает Ною, обещает всему человечеству, всему, всем потомкам Ною, всем тем, кто произойдет от Ноя. Он обещает, что земля не будет более истаблена. То есть, Бог не позволит земле дойти до той крайней формы разложения до того, пока не будет исполнена главная задача всего того, для чего Бог сотворил человечество. И эта задача выражается в создании церкви, как мы уже говорили об этом. Об этом яснее сказано во втором послании Петра, в третьей главе. Мы читаем «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». То есть, у Него свой счет времени. Девятое стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Здесь ясно сказана цель, почему Бог продолжает жизнь на земле сегодня, не желая, что погиб, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Дальше подчеркнуто, кто эти все. Мы находим объяснение этого послания к римлянам, 11 глава 25 стих. Здесь сказано, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени». И дальше сказано, «Пока войдет полное число язычников». То есть, у Бога есть план. У Него есть определенная цифра, сколько людей будут собраны в церкви Иисуса Христа. И поэтому земля существует до того момента, до спасения последней души. Вот почему вся эта программа искупления, она продолжается и сегодня. И вот, обращаясь к новой, Бог говорит о том, что все это будет. То есть, земля будет существовать. Вы плодитесь, размножайтесь, вы живите, исполняйте свое предназначение. «Я не приведу землю, я не уничтожу землю вот так, как вы только что видели, это произошло в потопе». И более того, Бог говорит о том, что эта жизнь будет иметь определенную стабильность. Посмотрите, немножко выше, 21 стих, 8 главы. «И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человека зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сение и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То есть, он специально подчеркивает, несмотря на человеческую греховность, он обеспечит стабильный ритм жизни природы, необходимый для существования людей. Итак, три элемента Божьего Завета мы уже рассмотрели достаточно подробно и сейчас очень коротко четвертый и последний. Божье благословение было представлено, Божье повеление, что Бог говорит о Мною, Божье обетование, что Бог обещает, что Он будет поддерживать жизнь на земле и последнее, это все подтверждается Божьим знамением. Это вообще редкое явление, Божье знамение, Бог не обязан вступать в Завет, а тем более давать какое-то знамение. А вот в этом случае Бог дает знамение, которое было не только для Ноя, но для всех людей, которые когда-либо жили или будут жить на земле. 12 стих. И сказал Бог, вот знамение Завета. Меня удивляет, как много здесь, целых шесть стихов посвящено этому, которые я поставляю между Мною и между вами, между всякой душой и живой, которая с вами в роды навсегда. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением Завета между Мною и землей». К великому сожалению, радугу в последнее время украли, как вы знаете, и сделали ее знамением нечести. Но если вы посмотрите, я сам не исследовал этот вопрос, мне один человек говорил о том, что там радуга какая-то неполная, там что-то не хватает цветов, как в настоящей радуге. Но Бог изначально говорил, радуга – это знамение его верности своему обещанию, что человечество дойдет до той точки, пока будет создана церковь на земле. 15 стих. «Я вспомню завет, который между мной и между вами, между всякой душой и живой, во всякой плоти. не будет более вода потопом на истребление всякой плоти, и будет радуга в облаке, и я увижу и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой и живой во всякой плоти, которая на земле, и сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плоти». Интересно, когда радуга появляется на небесах, вы, наверное, замечали, что она всегда кверху уходит, то есть у нее концы упираются в землю, а вот сама верхушка она уходит туда, она уходит на небеса, мы никогда не видели вот такой радуги. Это еще одно подтверждение о том, что это Божье знамение, это Божье благословение, которое нисходит на землю, и мы продолжаем жить, пользуясь этими благословениями. Мы будем сейчас молиться. Я хотел призвать вас, друзья мои, поблагодарить Бога за его добро. Возможно, в этих обстоятельствах вы не так часто думаете о Божьей благости, но Ноевзовет напоминает нам о том, что Бог благ. Бог благ, Бог верен, Бог приведет своих к определенной им благой цели, и это достаточно для того, чтобы сердца наши сегодня наполнились искренней благодарностью. Давайте мы преклоним колени и поблагодарим Господа. Господи Божий наш, мы люди, живущие на земле, созданные по образу и подобию Твоему, мы сегодня поклоняемся Тебе и сегодня благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты совершенно незаслуженно так много и обильно наполняешь всю землю своими благословениями. Мы свидетели этого, Господи. Мы свидетели того, что Ты поддерживаешь нашу жизнь, что лето и зима, холод и зной, сени и жатва не прекращаются. Мы свидетели того, что Ты поддерживаешь каждого из нас, Ты поддерживаешь все необходимое для того, чтобы мы могли функционировать и жить. Мы сегодня свидетели того, что причина этого в Твоей верности, что Ты однажды обещал это Ною и Твое обещание, Твои обетования, они продолжают действовать и Ты верен и сегодня им точно так же, как Ты был верен тогда, когда Ты обращался к Ною. Мы благодарим Тебе за то, что мы сегодня можем быть свидетелями этого знамения, которое снова подтверждает, что благо Твои исходят с небес. Я прошу Тебя, Господи, за каждого из нас, помоги нам быть верным Тебе, помоги, чтобы мы могли жить в согласии с Тобой, помоги, чтобы мы искали Христа и жизни Христом больше и больше, потому что только в Нем наша истинная ценность, и только через Него мы сможем обрести истинный смысл того, для чего мы были созданы. Благослови нас, Господи. И в этих сложных обстоятельствах я прошу Тебя, поддержи каждого из нас и помоги видеть Твою благость и быть по-настоящему благодарны Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.